А теперь я вам быстро продемонстрирую, что эта оценка почти точна. То есть шагный алгоритм при всей своей простоте, оказывается, еще и хороший результат дает. А именно я приведу пример такой ситуации, когда пяти человек точно не хватит. Вот смотрите, вот у нас есть эти люди от первого до двадцатого. Давайте последних двоих даже не использовать. Рассмотрим только восемнадцать первых. То есть некий запас создадим. Вот восемнадцать первых человек до шести, потом с семи до двенадцати, ну и с тринадцати до восемнадцати. Вот такие вот три куска, по шесть человек в каждом. Значит, в первые шесть человек, во второй следующие шесть и в последние шесть. Сколько всего есть пятиэлементных подмножеств внутри пятиэлементных? Шесть. Шесть, очевидно. Вот давайте возьмем все эти пятиэлементные подмножества, все возможные. Там их шесть штук. Шесть пятерок я напишу. Шесть пятерок, это значит шесть пятиэлементных подмножств. И здесь точно так же нагромажу шесть пятерок. И здесь точно так же шесть пятерок. Шесть пятерок. Сколько у меня всего пятерок получится? Восемнадцать. Восемнадцать. Шесть здесь, шесть тут, шесть тут, да? Да. Всего восемнадцать пятерок. Ну вот, восемнадцать пятерок. То есть давайте считать, что вот эта пятерка – это пятерка лучших комбинатовщиков. Ну так сложилось. Могло же так сложиться. Вот эта пятерка – это пятерка лучших алгебраистов. Ну и так далее. То есть у нас есть всего 18 предметов, 18 пятерок. Но вот такая раскладка может случиться. Такое могло бы произойти в результате всех наших олимпиад. А теперь давайте попробуем понять, чтобы выбрать систему представителей для пятерок, находящихся в первой подлогане. Сколько нужно? Одного человека хватит? Да. Да. А по-моему, нет. Понимаете, если вы возьмете любого одного человека отсюда, то он найдется пятерка. Всегда же найдется пятерка, которая ему не содержит. Да, потому что двух человек. Значит, он не может служить системой представителей для всех пятерок из этой шестерки. А одного человека не хватит, да? А двух человек, конечно, хватит. Понимаешь, что двух хватит, да? И в каждой пятерке двух хватит, но одному нигде не хватит. Да. Поэтому требуется как минимум шесть. Да. Вот эта раскладка показывает, что как минимум шесть, всегда не больше, чем семь, и бывает раскладок, которые не меньше, чем шесть. То есть верхняя оценка, полученная с помощью жадного алгоритма, она почти точная. Может быть, есть пять конструкций, в которых вообще и семь делаются. Я же не утверждаю, что это самая лучшая конструкция. Вот будет желание, будет время, можете подумать, что правильно? Шесть и семь. То есть, ну что-то точно правильно, либо всегда хватит шестерых, и жадный алгоритм на единичку просто ошибся. Либо, наоборот, есть еще более хитрая раскладка, при которой потребуется хотя бы семь. Что-то одно из двух утверждений. Точно верно, но это подумайте сами. Продолжение следует...